Его жизнь – игра на великой шахматной доске. Он использует шахматы как политический инструмент, и политическую поля воспринимает как шахматную доску. Он чисто любит, но при этом не числая, абсолютно независимо от сторонных отцов. Корона у него уже была, но железный трон он не примет. Его идея Фикс – воспитать умный миллиард с помощью шара. Ну что, Е2-Е4 – это то, что я знаю. Любая пешка может стать королем. Иногда удобнее себя чувствовать королем, хозяином позиции, иногда ферзем. Иногда полезно делать ход конем. То есть неожиданно выпрыгивать, делать ход конем и тем самым ставить своих оппонентов политических или спортивных в такое положение, где они уже не знают, как походить. Потому что конь всегда выпрыгивает откуда-то. Я помню, что вам прочили президентство Российской Федерации. Очень многие политологи, потому что молодой 30-летний президент региональной республики. Надсмен. Что, в общем, как бы очень перспективный, экзотичный миллионер. Слово олигарх тогда еще не было в лексиконе. И вы сами себе видели такое будущее? Ну, я никогда не ставил перед собой целью стать министром, губернатором, президентом, миллионером. Как вы стали президентом калмыкии, не ставят такой цели? Здесь я не поверю. Наверное, достижение тех высот, из точки зрения обывателя или людей, вот молодой стал миллионером или президентом, то есть не было для меня какой-то целью и планкой. Как вот сейчас нет ни цели, какой-то высокой и планки. Для меня... А что сейчас, цели высокие? Нет, у меня принцип... Как переформатировать мир, все, что я читал, вот, несколько лет назад были беседы. А это не цель, это не цель, это как бы сущность жизни. То есть у меня принцип, философия моей жизни – это реализовать само себя. То есть неважно, где, на каком направлении. Или изменить мир, или довести количество играющих на планете до одного миллиарда. Или чтобы все президенты могли играть в шахматы. Или чтобы парламенты, депутаты многих государств, всех государств проголосовали за то, чтобы на один год отказаться от расходов на военные нужды и так далее. Может быть, это какая-то фантастика и так далее. Я все время старался реализовывать себя, когда в пять лет дедушка научил в шахмат играть. И первый ход, кстати, он показал Е2-Е4, а потом... Да, вот, Е2-Е4, да. И потом он пытался научить меня ходить конем. Почему? Это где-то и любимая моя фигура. Почему? Потому что конь делает неожиданный. Нет, потом для калмыка конь вообще – это, в общем-то, любимая фигура по определению. Все время на лошадях. А вы верите, что человек может, отдельный взятый человек, изменить ход истории? Конечно, конечно. И неоднократно, и философ, и великий Сталин как бы учил, что роль... Великий... Сталин, да. Роль личности... Вот вы сейчас сказали, я перебью просто. Великий Сталин, и сразу вызовет реакцию очень многих зрителей крайне негативную. Ну, и реакцию негативную также со стороны меня и моей семьи, потому что в моей семье очень многие пострадали от сталинских репрессий. Да. Вы знаете, в 43-м году калмыки выслали в Сибирь, и более 50% населения погибли от холода, голода во время этих репрессий. Ну, у меня, наверное, вырвалось слово «великий» с точки зрения глобальной такой истории, с точки зрения российской империи, от роли личности в истории. Да, были жертвы, были миллионы. Стоили эти жертвы, или не нужно было миллионы отправлять на Колымову, в Сибирь. Но, с другой стороны, стала великая держава. Мы построили Днепрогресс, мы построили все те заводы, которыми пользуются сейчас олигархи, или предприниматели, уважаемые и так далее. Все это было построено во время Сталина. Атомной бомбой, можно сказать, основы того, чтобы первый человек, который полетел в космос, был Юрий Гагарин, гражданин Санкт-Петербург. Неожиданно было это услышать, это лимжи. Но я понимаю, если бы про Ленина великий, потому что Ленин – калмык, известно, что памятник, кстати, памятник Ленина передвинули в Элисте, почему-то решили его на другое место сдвинуть. Как бы потом появились архитекторы с новым взглядом, они сказали, парады уже не проводятся, и он как бы по центру площади стоял. И по дизайну, как они сказали, по дизайну лучше его чуть вправо, а на это место фонтан поставить и буддийский барабан со ста миллионами молитвы внутри. А я помню какое-то такое мо про политику, что политика – это большой бизнес, а религия – это бизнес в Кубе. Что такое политика? Политика – это, наверное, большой бизнес, это интересы бизнеса. А религия – это политика в квадрате и бизнес в Кубе. Религия – это та же самая борьба за рынок сбыта идей. Если в капитализме и в политике ты стремишься расширить территорию для реализации телевизоров, нефти, газа, то в религии ты стремишься реализовать именно идеи или учения. Помнишь, когда я выступил с инициативой, что есть инопланетяне, например, первые звонки, знаешь, от кого были? Мне звонили представители религиозных направлений. Они говорят, Кирсан, ты что? За 10 последних 15 лет только-только научили людей снова стоять со свечками, верить, что Христос воскрес, воистину воскрес, что Будда великий как бы переродится из Будды Шеки Муни, Будду Майтрея, Будда любви приближается. Только-только народ пошел обратно туда стоять, а ты теперь говоришь, хорошо, давай не новым. Все разрушим, да, все игру. Нет, не разрушим новые, а то, что там еще выше, там вот есть как бы Господь Бог. Как это так? Почему? Потому что я зашел на их рынок. Вот они обозначились. Это вот буддизм где-то, это где-то ислам, это где-то католичество, православие и так далее. А тут еще вот Кирсан лезет с какими-то зелеными или желтыми человечками. Непонятно, верьте, почему вера в инопланетян – это такая же вера, как в того или иного проповедника той или иной культуры или народа. Нет, ну верить, вот я вот так вот могу пойти, наверное. Не знаю, зачем я это делаю. Ну, правильно, да, ну слоном походил. Так вот насчет все-таки бизнеса, что религия – это бизнес. Почему? Потому что на религии зарабатывают деньги? Или потому что… Вот хотел бы вот немножко здесь вот понять установку Алимжинова, который, с одной стороны, буддист, как бы, с другой стороны, маргинал, который утверждает, что он общался с инопланетянами. Одно дело верить в инопланетян, другое дело говорить, что вы находились в коммуникации с ними. Одно от другого неотделимо. Ну как же, вот. Если человек верит в Бога, значит, он чувствует, что это внутри него, значит, он видел его, значит, он чувствует его, значит, он общался с ним. Ну, вот спросите у любого, мы сейчас вот на улицу выйдем, да вот здесь вот у ребят, которые нас снимают, верующие они или не верующие. У кого-то, может быть, в кармане будет портретик Будды, у кого-то крестик, у кого-то вот другие какие-то… Да, но зеленого человечка не будет ни у кого. Атрибуты, да. А у кого-то зеленый человечек. У меня в кабинете, например, картина, висит человечка, которого нарисовали и подарили мне. Все-таки, когда с восточными людьми общаешься, никогда вот нельзя понять, серьезны они или нет. Потому что вот, ну, все-таки, когда президент федерации, человек с таким большим политическим опытом, делает такого рода заявление, ну, насчет того, что там сейчас 69-я жизнь, было 68 до этого, что было общение с инопланетянами. Здесь всегда теряешься. Думаешь, то ли человек просто ставит эксперимент над общественным мнением, просто вот то, что называется сейчас, вот у молодежи есть такой термин «тролят», вот смотрит на реакцию. То ли он, я же понимаю, что не сумасшедший, но то ли человек преследует какие-то цели. Вот хотелось бы все-таки здесь разобраться насчет 69-й жизни, допустим. Почему именно 69-й? Ну, здесь как бы дуализм, да, здесь двойственность, да. С одной стороны, конечно, жесткий холодный расчет. Любые заявления у меня просчитаны. В любом моем действии я очень четко просчитываю, потому что с 5 лет я шахматист. То есть я никакого хода… Вот я съем хоть пешечку, но… Шах, да. Объявил шах, так, но перед тем, как ответить на ваш удар, я отвечу. С одной стороны, это, конечно, расчет, а с другой стороны, это эксперимент, наверное. Это не эксперимент, это вызов, как вот Александр Матросов бросался на Амбразору, да. То есть в жизни есть место для подвига. Кто, если не ты, когда, если не теперь, революция продолжается. Это с комсомола у меня такой девиз был. То есть, но прежде чем заявить, видел или я не видел, да, это же вопрос веры. Я проанализировал, где плюсы, где минусы, да, вот как ты вот сейчас объявлять шах мне или не объявлять шах, да. Ты начал думать, это плюсы сначала считать, где плюсы. Плюсов никаких нету, да, как для президента Фиде, для президента Калмыкии, члена Совета Федерации. Вот именно, я не вижу, да. Это значит, тебя коллеги в Совете Федерации, коллеги губернаторов, в Калмыкии вернешься, избиратели скажут, кого мы избрали сумасшедшего. Шахматисты, которые умные люди, скажут, кто нами командует, да, какой это идиот. Об этом там и Каспаров, и другие, значит, писали. То есть, минусы одни. А где плюсы? Даже родные дома скажут, там, Женя или Кирсан, ты что там каких-то там человечков там видел, да, иди полечись там. Вот. Одни как бы минусы. То есть, плюсов для политика Илюмжинова, плюсов для президента Фиде, плюсов для просто родственника Илюмжинова и друга Илюмжинова, я не увидел, и вы не увидите, да. То есть, одни минусы. Так, где решение? А возникает из этих всех минусов, минусов, когда прибавляются все минусы, то что возникает? Большой плюс. Плюс для меня, что я заставляю людей или начинаю заставлять людей задуматься, что мы не одиноки на этой планете, что разумны и так же и животные, и кошки, и собаки, и коровы, которых мы уничтожаем, убиваем и едим, что мы не одиноки во всей Вселенной. Интересно, какие-то аналоги исторические есть? Можете вспомнить каких-нибудь религиозных, политических деятелей, которые делали бы тот же неожиданное заявление, неоднозначно репутационно воспринимаемое? Ну, если историю так смотреть, можно всех назвать неожиданно, когда кто-то делал, ну, вся жизнь, например, Леонардо да Винчи, который там рисовал подводные лодки, космические корабли и вертолеты, да, предположим, кто тогда думал, он вызов как бы бросал, или Джордана Бруно, да, и все-таки там она вертится, круглая, когда человечество доказывало, что на трех китах или на трех слонах, спорили, дискутировали, но человек пошел на сожжение, на костер ради того, чтобы сказать, что все-таки она крутится. Или тот же персонаж из истории Иисус Христос, да, которого могли, если он чуть-чуть бы поменял свое мировоззрение и не был бы так активен, да, его бы не распяли, он бы не принял вот эту мученическую смерть. Нет, вот это я все понимаю. Я только не понимаю, какая польза может быть мировому социуму от того, что там миллиард человек станет играть в шахматы. Задача какая? Научить миллиард человек играть в шахматы. Я правильно понимаю? Доказываю. Ну, почему one billion players, one billion clever people? Почему вот я два года назад провозгласил принцип, что на планете должно играть не менее одного миллиарда, да? Сейчас проживает более семи миллиардов людей. Тоже это как бы холодный расчет. Каждый год примерно я посещаю около ста стран. Каждую неделю где-то с двумя-тремя главами государства или с премьер-министрами я встречаюсь, начиная с таких развитых, как Япония, Китай, Соединенные Штаты и заканчивая Тринедада, Табака, Тога там или там где-то Конго, Центрально-Африканская республика. Так вот, посещая эти десятки стран, общаясь и с главами государства, и с простыми людьми, и видя разницу социально-экономического и политического устройства, и видя, как в последние вот буквально несколько лет мир взорвался, да? Несколько сотен конфликтов. Сейчас финансовые кризисы, политические кризисы, там, религиозные кризисы, шииты, суниты и так далее. Я начал задумываться, а почему вот это? Вроде бы всего хватает. Долларов, валюты много, да? Можно хоть сколько напечатать. Нефти, газа, золота, бриллиантов тоже хватает. Продуктов питания, вроде бы, если так равномерно поделить на человечество, все хватает. Вроде бы, Бог дал нам эту планету, и все для нашего существования, или сосуществования у нас есть. А почему вот мир так закручивается, как бы сильнее и сильнее по спирали, и все, и больше и больше конфликтов. От чего? Я как бы со стороны на нашу планету посмотрел. Откуда это? Это нехватка ресурсов, нет, всему все хватает. Чего недостаток образования? Вроде бы, там, все вот умные, там, Гарварды, там, ГИМО, там, и так далее, там, заканчивают. А чего ж, что неумные депутаты или министры? И вот здесь вот я пришел к мысли, что не то, что неумные, а что для многих просто отсутствует принцип «first thing, after the move». Сначала подумай, а потом сделай ход. Любой руководитель, он, не подумав, подписывает постановление, принимает закон, который потом негативно сказывается на народе. Так в чем тогда причина того, что у нас войны, что у нас финансовые кризисы, что мы постоянно из-за чего-то воюем и ссоримся? Оказывается, из-за нехватки думающих людей, думающих именно наперед про хищу. Нет, это не следует просто из природы человека, как хищник. Это, с одной стороны, есть, да, это можно как бы тут два принципа, но прежде чем мы будем кушать друг друга, мы сейчас вот убиваем, давайте немного остановимся. А для этого нужно, чтобы было как можно больше думающих людей, где? В парламентах, там, вот, в правительствах. Поэтому, если мы создадим такую критическую массу, сейчас 600 миллионов играет на планете, если мы доведем количество играющих в шахматы до одного миллиарда, а это значит количество людей, для которых существует принцип сначала подумай, а потом прими решение, то из этой критической массы, из миллиардной массы людей, уже будет большая вероятность, значит, что больше людей попадут в парламент, правительства станут королями, президентами, министрами, пэрами и мэрами, значит, количество неправильно принятых решений для человечества будет в геометрической прогрессии уменьшаться, а если количество неправильно принятых решений, законов будет уменьшаться, значит, жизнь наша будет улучшаться, и мы с тобой будем продолжать жить. Обязать всех парламентариев сдавать какой-нибудь зачет? Ну, например, Уинстон Черчилль был, Я думаю, не самый глупый политик, но принимая на работу в правительство своей страны, он спрашивал, всегда играешь в шахматы или не играешь в шахматы. В начале 90-х не раз из уст Улюмжинова слышалась американская присказка, которая в Америке есть. Если ты такой умный, то почему не богатый? Она по-прежнему актуальна. Вы по-прежнему считаете, что если человек обладает интеллектом, он может конвертировать этот интеллект в нечто материальное сезаемое? Этот принцип остается, наоборот, он более усиливается. Если ты можешь управлять своим мозгом, если ты достиг чего-то в жизни, я имею в виду через свой мозг, если ты умный, то почему не богатый? Но богатый не в смысле того, что там одна яхта, две или три яхты. Как бы в жизни ты, сколько бы ты денег не заработал, ну, две, три или четыре чашки борща не съешь, да? Если ты умный, то почему не богатый? Почему то, что тебе Господь дал, эти деньги ты не реализовываешь для того, чтобы посещать театры, музеи, дальше не обогащаешься, а не попусту тратишь на предметы роскоши, да, свои вот эти средства? Если ты умный, то почему не богатый? Именно богатый в смысле дальнейшего своего интеллектуального развития и в смысле, чтобы ты смог обеспечить себе на жизнь, помог своим родным, близким. Ну, как-то мне кажется, вот в течение нашей беседы уходите все-таки, мне кажется, от вопроса. Вы всегда отвечаете не совсем на вопрос. Я сейчас продемонстрирую, кстати, что я человек совершенно нерасчетливый и живу ежесекундно. Я просто отдам фактически коня за пешку, то есть подставлю свою лошадку под вас, но зато ты Левужинова выиграл фигуру. А следующий ход вы сделаете уже во второй части нашей беседы. У тебя преимущество? Неплохой обмен. Кстати, если мы упомянули уже, не называя фамилию, но упомянули Каспарова, я помню вот, собственно, первый телевизионный сюжет во взгляде, когда была куплена корона. Это же тоже, в общем, был шаг такой, ну, необычный, экзотический, рассчитанный, как мне кажется, изначально на то, что называется пиар. Это вызов был, но, с другой стороны, это расчет был на то, что система поменяется. Действительно, вот империя рухнула, но с ней и ушло представление о каком-то там категорическом императиве, о том, что что-то можно делать не за деньги, а ради идеи. Вот есть этот момент или нет? Мы утратили ведь что-то? Нет, нет, именно идея, именно вот эта безудержность, фанатизм где-то, оно и двигает человечество вперед. Если бы не было идеи у того же Христа и у других многих людей, у Джордана, Бруно и так далее, то мы бы не пользовались теми благами развития цивилизации, что мы имеем. Поэтому тогда вот идея у меня была бросить вызов, да. Ну разные же есть идеи, есть же идеи, что деньги крутят миром, это совершенно другая ведь как бы идея. Как вот это все совмещается в Илюмжинове? Трудно совмещается, потому что мы создаем вся вот идеология, все телевидение, вся масс-медиа построена на создание общества потребления. С другой стороны, тоже есть немало людей, которые понимают, что это ведет в тупик, это ведет к уничтожению самой цивилизации, само человечество. Ну и, наверное, в этом вот закон философии, закон единства и борьбы противоположностей. То есть одни стремятся создать жесткое капиталистическое общество, чтобы все потребляли и были сверхприбыли, а другие борются, давайте будем лучше входить на бедренных повязках, но любить друг друга и сохраним эту чистую зеленую планету для будущих поколений и цивилизаций. Я не понимаю, Илюмжинов, который в 91-м году поражал всех Роллс-Ройсом, который растекал по степи, да. Он что, против идеи потребления, то есть хочет закрыть все эти окна? Я пытаюсь понять. Нет, с одной стороны, да, я доказываю, что можно всего достичь, да, не один Роллс-Ройс, 6 Роллс-Ройсов, не один бриллиант, а 1018 бриллиантов, да. Не просто как бы миллионер, а еще и президент республики, да, с одной стороны, я доказываю, вот хотите, вот 6 Роллс-Ройсов получаете, хотите, Кадиллак. И когда выборы в 93-м году были, я на 11-метровом линкольне приехал, и мой штаб пиарщиков, да, вот мои помощники, они отказались меня в аэропорту встречать. Они спрятали этот линкольн. Я говорю, на этом линкольне мы поедем по деревням агитировать, чтобы я стал президентом. Они говорят, ты что, народу есть нечего, там другой кандидат, он ездит на старом москвичке и в кроликовой шапке, а зачем этот линкольн 11-метровый, зачем, зачем дразнить людей, для чего и так бедно живем, и ты еще с этим Роллс-Ройсом и с этим линкольном. Это вызов был? Я говорю, нет, давайте. Я сел в этот линкольн, сказал, если никто не хочет, я сам за рулем поеду. Я поехал в первую, значит, деревню в Якубурульском районе. За рулем? Я поехал сначала за рулем, но потом мой друг-помощник, там, Эдик Коруев и Санал Кугультинов, они сели вместе со мной, но все мои пиарщики, все мои помощники, весь мой штаб разбежался. Они говорят, мы с тобой не будем работать, зачем позориться, ты уедешь свою в Москву или в Швейцарии, или в Америку, у меня в Америке дом тогда был, а мы здесь останемся. Нас разорвут на части. Но я приехал прямо в эту деревню бедную, где закрытый клуб там был, люди по полгода зарплаты не получали. Они вышли как дикоингу, как в деревне, не то что там в Волге, ГАЗ-2410, там не было линкольн, 11-метровый, мы открыли, там бар, да, стоит, там конфеты, там я пока со стариками встречался, дети вокруг клуба ездили, катались на этом линкольне. Потом, ну дорог тогда не было в Калмыкии практически, я объездил несколько деревень, когда в четвертый совхоз я хотел приехать, у меня мост полетел, я вынужден был в Москву отправить. Но когда я захотел... В линкольн отправить в Москву? Я сел на Волгу, так жители совхоза вышли, перегородили дорогу, сказали, не пустим тебя. Я говорю, как, я вышел из Волги, я говорю, я, Кирсан Илюмжинов, я вот в соседней деревне выступал. Они говорят, да, ты нас не уважаешь, ты там на Роллс-Ройсе своем выступал, на линкольне, а к нам на какой-то Волге проезжаешь, ты что, нас за людей не считаешь, что ли? Но для чего? Я бросил вызов, тем самым показал, я такой же Калмы, как и вы, да, я за год достиг того, что я езжу на линкольне, я хочу построить вам такое общество, чтобы и ваши дети, и внуки, и вы сами ездили на таких вот иномарках и разговаривали по мобильным телефонам, звонили в Москву или в Нью-Йорк, спрашивали, как ваши дети там учатся. На меня смотрели, как на инопланетянина. У нас тут москвича нету, у нас есть тут нечего. Он нам говорит, что мы будем на иномарках ездить, и по каким-то, я показывал, по какой-то коробке разговаривать со своими детьми, которые учатся в Москве или в Америке. Но это же все наступило. А Илюмжиновых много вообще, в принципе? Насколько это распространенная фамилия? Ну вот меня же назвали Кирсаном Илюмжиновым, почему? В честь деда, брата деда. Он был комиссаром второй конной армии. Кстати, он устанавливал как бы советскую власть, потом говорили, демократы писали, а внук его в 93-м году разрушил эту советскую власть в республике Калмыки. И вот все там вот были как бы Илюмжиновых. В Ростовской области до войны колхоз был имени Кирсана Илюмжиновых. Все там Илюмжиновых были. А вот странно мне, что буддист Илюмжинов во многом ведет себя как мусульманин. Я, в частности, вот имею в виду, что супругу свою скрывает. Никто не видел. Но я есть как бы и мусульманин, и православный, и католик. У каждого своя жизнь. Как бы, да? Если я как бы вот в этой плоскости масс-медиа, и когда меня можно просвечивать с головы до ног, то есть чем выше ты поднимаешься над толпой, да, тем больше не то, что там какие очки у тебя, а какие пылинки вот на двоих руках можно видеть. И поэтому у каждого свой мир должен быть. Я выбрал такую стезю, чтобы я был как бы такой просвечивый. Там родные и близкие, которые рядом со мной, у них другая философия, другое направление. Может быть, кому-то и хочется попиариться. Многие там пиарятся, беременные ходят, там вот пиарятся, вот я. Но для меня и для моих родных это совсем разные принципы. То есть это не решение Кирсана и Мужина, это решение... Нет, 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 это решение каждого, каждого. Если кто хочет, например, сын, например, когда пошел заниматься в спортивную секцию здесь, да, в России, он по другой фамилии, там даже не знали. Он там ходил, там занимался фитнес. В шахматы играет, там все, даже чемпионом школы стал. Когда в каких-то там компаниях он никогда там не говорит, что он там сын, там или так далее. Он даже фамилию меняет, чтобы не знали. Ну, зачем? Не хочу, чтобы как бы твоя карма такая, да, перемещалась на меня. У каждого человека своя карма. А старший брат Вячеслав? Вячеслав, он работает, он работает консультантом, советником во многих, как бы, компаниях. Несколько книг написал, работал вице-губернатором в Ненецком округе, написал книгу по развитию. Не может так быть, чтобы вообще не было никаких ошибок. Какие ошибки, какие сожаления есть в ходах, я имею в виду, не шахматы, а по жизни? Потому что человек несовершенен. Если человек несовершенен, так же несовершенны и его действия. Всегда нужно, как Леонардо да Винчи, да, стремиться к этому совершенству. Какие их? Ну, наверное, все можно как бы рассмотреть. Некоторые, например, воспринимают вот мои шаги, как вот неправильные, да, другие как правильно. Вот я не знаю, трудно по себе сказать, чтобы вот перед собой, вот когда человек допкаешься, да. Нет, я имею в виду, что вот сейчас оглядываясь, знаешь, вот напрасно я тогда, не знаю, не пошел туда или... Вот я думал, думал, вот сначала вот я думал себе, вот, ну, ошибка, наверное, вот то, что пошел в Белый дом. В 93-м году. В 93-м году, да, когда растреливали Белый дом, что подставил под угрозу я свою жизнь, да, но из-за мной там республика была, родные и близкие, как это так, я пошел с Русланом Аушевым, когда мы ходили. Когда вот эти все проверки многочисленные пошли на Калмыкию, я подставил, как бы, и республику, и депутатов, и фирмы коммерческие, структуры, в которых я работал. Сразу же проверки начались, закрытие счетов и так далее. То есть своим, вроде бы, необдуманным ходом, ну что, президент Калмыкии, да, все, средь бела дня, 4 октября, когда танки пуляют по парламенту, по Белому дому, мы берем белый флаг и идем туда, да. Ну зачем, что это за ход такой, да. Ну я себя начал ругать, я думал, это ошибка, для чего. А потом это чисто инсективный ход был, просто человек гражданин, ну остановить этот бардак, кровопролитие, это же стыдно, СНН в прямом эфире показывает, как это так, вот русские убивают русских, там президент расстреливает депутатов парламента. Ну это ненормально, это какой-то театр абсурда. Я пошел, чтобы остановить этот театр абсурда, то есть мной двигало, если бы я чисто расчетливо, ну рассчитывал, да, там все, то я бы не сделал этого, если бы голова врубилась, этого нельзя делать. Я подставляю все и вся, и не нужно так делать. А с другой стороны, как чисто человек, ну просто возмутился. Хорошо, это такой импульс был, а сейчас? Когда вот храм строил, да, например, тоже меня критиковали. Я православный, я первый православный. Зачем там вот я начал в Буддистской республике, где там 65% проповедует буддизм в 94-м году, где в Калмыкии не было ни одного буддистского, ни одного православного храма, вообще ничего не было. И первый храм, который я строю, я православный. И тоже это вроде бы ошибка была. Ну Калмыкии, старики, которые меня выбирали, вот которым негде помолиться, зачем Кирсан, наш буддист, там вот с Далай-Ламой встречался, зачем он для русских, ну для православных храмов, вот этот крестовозвиженский храм в селе Приютном. Туда патриарх Москов-Сиаруси Алексий II приехал, все удивились. Маленький храм на 50 человек, и сам патриарх приезжает его освещать. Это, с одной стороны, ошибка была, но потом подумал, ну все же люди равны, какая разница, там 10% или 90%... Ну все-таки это была ошибка или нет? Нет, потом... Я пытаюсь понять, сейчас вот, оглядываясь. Или когда стал строить самый большой буддистский храм в Европе, я построил, зачем-то уже на меня наезжали оппозиционеры, зачем нужно было больницу построить, давай построим больницу, зачем ты строишь храм? Хотя и крестовозвиженский храм, и буддийский храм, все эти храмы строились на личные деньги. В связи с 93-м годом, хотелось бы уточнить нынешнюю оценку, нынешнюю, таким фигурам, как Горбачев и Ельцин. Потому что у нас прозвучало, что Сталин великий в системе координатолем Женова, Ленин по определению великий, а Горбачев великий, Ельцин великий. Горбачев и Ельцин, и Путин все великие. Почему Горбачев великий? Мы недооценили его перестройку, не все воспользовались его перестройкой. Михаил Сергеевич действительно гений, гений человечества, который смог не просто перестроить систему, а который бросил перчатку изменения сознания. Вот за железным занавесом был Советский Союз со своим ядерным оружием. Здесь холодная война, Соединенные Штаты Америки, НАТО и так далее. И вот в то время простому комбайнеру из Ставропольского края, секретарю райкома Ставропольского края, из провинции приехал. Я помню, когда мы с ним в Швейцарии, в Лозане, когда он уже не стал президентом, ехали на закрытие чемпионата мира Карпов Анант, мы сидим в этом Мерседесе, там мигалки там вот так вот вокруг полиции. И он меня так по коленке бьет, говорит, слушай, отдаем, ты, говорит, простой калмыцкий парень, я, говорит, и в центре Европы, говорит, дороги перекрыли, и мы с тобой едем, говорит, Михаил Сергеевич, вы уже забыли, что президент там был. Так вот, возвращаясь к Горбачеву, он великий почему? Он перчатку бросил, он переделал сознание. Но перестройка, мы бы сейчас жили в 10 раз лучше. Все люди, не только в России и в Америке и так далее. Его перестройкой воспользовались только некоторые, да, вот страны бывшего Советского Союза. Мы отказались от гонки вооружений, мы начали разоружаться от ядерного оружия и так далее. То есть страны Варшавского договора, все мы начали открываться и так далее, да, перестраивать свою идеологию, страну начали перестраивать. А Запад, европейские страны и Соединенные Штаты Америки, страны НАТО, для кого Горбачев тоже объявил перестройку, не перестроились. Вот им бы вот эти миллиарды сэкономленных долларов бросить не на создание новых видов оружия, а как раз направить к нам, в Россию, в Узбекистан, в Казахстан, в Белоруссию, чтобы эти деньги пошли на создание новых научных центров, культурных центров, для спасения этих культурных памятников. Не вымывать наши мозги, начали наших талантливых ученых, ребят приглашать в Соединенные Штаты Америки. Какой идеалист, ну прям вот я даже не понимаю, как вы руководите, чем руководите, ну просто вот, ну как это вот. Не, не, нужно было, ну Горбачев как ребенок поверил, Горбачев как ребенок поверил этому, объявил перестройку, а его обманули. Ельцин тоже великий, потому что каждый народ достоин своего короля, достоин своего президента. И Борис Николаевич Ельцин оказался именно в то время и на том месте. И нужно было доразрушить вот эту систему, но он и разрушил ее. Хорошо. Он ее разрушил. Теперь мы переходим к Путину, потому что прозвучало, что и Путин великий. В чем величие президента Российской Федерации? Ну потому что то, что начал Михаил Сергеевич, да, Советский Союз как бы разрушать, идеологию. Борис Николаевич, кушайте суверенитеты, сколько съедите. Армии, флот, хотя един, как великие русские цари говорили, только два могут быть союзники, армия и флот. Все вроде бы, и границы открыли, да, и архивы КГБ западу отдали, все, да, всю агентурную сеть раскрыли. Все вроде бы, все по кусочкам, по кусочкам, по кусочкам разрушилось. Ну и тут приходит такой, как бы, незаметный подполковник КГБ Владимир Владимирович Путин. Помните, журнал «Тайм»? Я когда встречался с Силосвятейшим Далай-Ламой в Дарамсале в Индии, и на столе у него журнал «Тайм» и на обложке «Хуй с Путин», да, и он у меня спрашивает, кто такой Путин. И Путин, вроде бы, не имеет такого достаточно большого административного политического опыта, хотя он все стадии прошел, начиная от помощи в Санкт-Петербурге, и потом в администрации возглавлял управление внутренней политикой и так далее. То есть он все пути, как бы, прошел, но не имея такого громадного, он не был тогда тяжеловесом, да, взвалить на плечи такую полуразваливающуюся Российскую империю или Российское государство, удержать все регионы, сохранить и дальше наращивать мощь страны и заставить вновь людей верить в себя и вернуть вот это русское самосознание или вот эту русскую национальную идею. Вот это ему, кажется, удалось в это трудное время, несмотря на то, что вот эти миллиарды и триллионы долларов, которые Запад сэкономил на Горбачевской перестройке, они направили на то, чтобы дальше развалить Россию, Путин смог удержаться за счет, как бы, наших скудных ресурсов, вот того потенциала, который есть, и сказать, что мир не должен быть однополярным, что, как везде в природе, должны быть и другие краски, не только краски звездополосатого флага Соединенных Штатов Америки. У нас однополярные ситуации складываются на доски, мне кажется, я так предполагаю. Да не, не, у тебя ферзь уже. Да, но вот я своим ферзем как-то вот зачем-то, даже сам не пойму, зачем пошел. Правильно, надо вперед ходить, надо наступать. Прошу. Да, я вот напал. Мы приближаемся к финалу, поэтому я задам вопрос относительно тяжеловеса. Илюмжинов тяжеловес? Развучал такой термин? В боксе я в легком весе боксировался до 54 килограммов, поэтому я себя не ощущаю. В боксе, да, я легковес, в политике я себя не ощущаю политиком, я никогда не был политиком, никогда не был, и бизнесменом никогда не был. А кем вы были? Кирсаном и Илюмжином, который вот смотрится в зеркало и хочет реализовывать себя, и каждое утро спрашивает, что ты еще сделал в этой жизни? Я уйду, отладись сюда. Ну, ты там отбросишь. Ну, вот мы и, собственно, и... Ну, я считаю, что то, что ферзято я у Илюмжина выиграл, это зачетно. Значит, я так понимаю, что резюме мы делаем, что если Кирсан Илюмжинов, он не политик, не бизнесмен, он инопланетянин? Просто Кирсан, разве нельзя быть просто с тем именем, которое дали тебе родители, и гордо пронести через эту жизнь. У меня 69-я жизнь. Спасибо за игру. Я прощаюсь, но по формату у нас в программе предусмотрено послесловие. Я оставляю наедине с камерой. Спасибо. Спасибо. Ну, те вопросы, которые задавал Евгений, та форма или вот канва, концепция нашей встречи, беседы, мне кажется, она удалась. Он не старался загнать в угол, там, подловить на каких-то моих цитатах, высказываниях, и религия, и шахматы, и политика, и отношения к деньгам, к бизнесу, то есть и в такие глубокие философские вопросы. Мне кажется, что-то удалось нам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!